А это опять ты? Где твой Роллсик? Нет, 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 чувак, давай сегодня без этого. Уже сил нет тебя видеть, хоть в жопу запихай себе ключ от Роллс-Ройса, мне это неинтересно. Если тебе надоела моя реклама, очень классно, мне это нравится, потому что оно работает. Окей, я куплю подписку YouTube Premium, лишь бы лицо твое больше не видеть. Так что рассказывай, что-то интересное, либо мы прощаемся. Поговорим теперь про грибы, значит. Грибы здесь поставлены, а управлять, следить за порядком в этом мире. Значит, потребляя грибы, они восстанавливают ваш оригинальный код ДНК. Раз, и ты такой. А, так грибы всеми управляют? Вот оно как. Так надо было начинать с этого, наверное, а не Роллс-Ройсом вот эти вот. Давай рассказывай, что как неродной. Я начала слышать своих, тех, кто со мной на одной волне. Привет, дорогие друзья. Познакомимся сегодня с Павлом Дмитриевым, основателем Американской Академии Гипноза. Возможно, вы его уже знаете, особенно если у вас показывается реклама на YouTube. Потому что этот человек закупил какое-то колоссальное количество рекламы. И лично мне она показывается невероятно часто. Не думал, что я когда-нибудь это скажу, но я уже реально скучаю по Алексу Рубнову. Хочешь заговорить на английском? А, нет, не скучаю. Нет. При первом знакомстве кажется, что Паша это обычный очередной инфу-цыган. И будет загонять про мышление миллионера, как стать богатым, вся эта телега. Но когда я познакомился с ним чуть поближе, мне открылся волшебный, я бы сказал, галлюциногенный мир этого человека. И сегодня вам его тоже приоткрою. Поэтому наливайте себе сладкий крот, берите вкусную булочку. И мы начинаем. Учитывая, что Павел уделяет очень много внимания им на рекламе, давайте сегодня пройдем весь путь целиком. Посмотрим рекламный ролик, то есть попадем в воронку продаж и докопаемся до самой глубины его шизы. Ну что ж, давайте позволим продать нам сегодня немножко инфу-цыганского воздуха. Ты уже достоин всего. Сегодня я в очередной раз буду заниматься высасыванием вашего гаваха, потому что он настолько ценен, что я десятки тысяч долларов в день трачу, чтобы ты раздражал ося. А можно еще больше склеек? А то, мне кажется, я мало раздражаюсь. Потому что я чувствую скорее не раздражение, а жалость какую-то. Расскажу, почему это важно. Вот смотри. Я. Когда человек ни одной мысли не может сформулировать нормально, то это как-то печально. Ну хотя бы предложение сказал бы, склеил. А когда у тебя одно-два-слово-склейка, одно-два-слово-склейка, это как-то совсем грустно, Паш. Ну как-то нужно, я понимаю, грибы и все такое. Ну держи себя в руках, пожалуйста. Можно переговорить. А можно, я понимаю, это совсем крамоло, но можно подумать сначала в своей голове, а потом произнести мысль. Я уточню, что гавах — это такая темная энергия, которая вырабатывается в момент страданий. То есть когда ты мучаешься, страдаешь, появляется эта энергия, и темные сущности, такие паразиты, ей питаются. Ну и то есть в начале этого видео Паша признается, честно, что он паразит, который питается нашими мучениями. Такой весь четкий, богатый, миллионер, с счастливой жизнью, с домом, с бассейном, с Роллс-Ройсами, яхтами, в общем, и вообще жизнь удалась. Хочу заставить тебя выразить гнев, ненависть, ну и всякие остальные негативные эмоции, потому что никакой другой пользы от тебя этот мир получить, к сожалению, не может. Я давно уже зарабатываю тем, что испытываю гнев и негативные эмоции. Ну, ничего страшного, в этом тоже есть какая-то польза. Если хотя бы один человек не купит какие-нибудь инфопродукты у этого чувака, у Губина и там Пленовского, у кого-то еще, то все это не зря, в принципе. А если кому-то настроение поднимет, ну тоже неплохо. Поэтому, Паш, ну ты зря, как бы у всех своя работа. Смотри, как этот мир работает. Значит, в этом мире есть всего лишь две позиции. Жертва и тот, кто ее кушает. Так вот, значит... Давайте угадаю, жертва — это тот человек, который не покупает у Паши курсы. Тот, кто просто смеется над ним, выключает его рекламу и занимается своими делами. А хищник настоящий, знаете, такой король жизни — это тот, кто относит свои деньги к грибному наркоману. Вот так, видимо, это работает. Угадал ли я? Давайте посмотрим. Ну, очевидно. Работа жертвы из этого состояния, когда не выйти, страдать, мучиться, жаловаться. И вот поэтому с каждым днем моя жизнь становится лучше. А я думал раньше, может, я просто много пользы оказываю этому миру. Слишком много пользы оказываешь этому миру. Действительно. Очень, знаешь ли, необычная мысль. Поразительная. Но, видимо, потом ты понял, что нет. Этому миру оказывается нет. Вот это поворот! На самом деле все по-другому. То есть, чем больше я раздражаю электорат, в чье число, естественно, ты входишь, потому что ты как бы еще не отсеял себя, чтобы помогать этому миру. Электорат — это бесполезные тушки, которые ходят. Мне кажется, этот чувак — это готовый депутат. Вот представьте, вы в пиджачке с галстучком и сидит, такой рассказывает. У электората нет души. Просто голосуйте за меня. Голосуйте за меня. И все будет хорошо. Я буду вашу сосать гаваху, и все будет нормально. В конце концов, неплохо было бы получить депутатскую неприкосновенность, потому что в последнее время за вас инфо-цыган взялись. Ну как, не потому что вы инфо-цыгане, потому что вы налоги не платите. Так что подумай об этом. Смотри, вот это видео сейчас посмотрят, ну, миллионов пять человек, да? А мне раз накидают благословений всяких. Ну, пока чуть ниже. Видимо, конкретно этот ролик еще не был запущен очень активно в рекламную кампанию, так что пока просмотров не так много. Печально, конечно, когда без вливания огромных денег ты никому не интересен. Но что поделать. Давайте перемотаем уже на концовку и посмотрим, как именно он убеждает пройти по ссылке в описании и пройти его курс. Возможно, купить что-то. Потому что всегда очень интересен именно момент продаж. Когда нас убеждают именно купить, ну, или пройти какую-то бесплатную часть, чтобы в конце концов купить. А тебя монетизировали, мне перепродали. Вот такой отчетки. Ну, ладно. В общем, там какие-то кнопки есть всякие, там эти ссылки. Ну, для таких, наверное, как тяжело там попасть пальцем, как бы. В общем, вытаскивай палец из широких штанин. Перестань вот этой вот гадостью заниматься. А берешь свою руку... Помой сначала руки, чтобы ко мне на кнопку нажать. Понимаешь? Это же неуважение какое-то. Вот сначала руки помой, потом только нажмешь и перейдешь, потому что я тебя знаю. Вот. Ну, ладно. В общем, на тренинге там я... Что? Что это было? Что это за поток сознания? Я, правда, не знаю, кто тот человек, который пройдет по ссылке, прочитает его книгу и будет еще курс проходить. Давай там переходи. Руки помой. Всем привет. Поймите меня правильно. Инвестировать в свое образование зачастую это хорошая идея. Потому что в последнее время куда не инвестирую, даже в ноль выйти довольно тяжело. А новые навыки, допустим, новый язык или новая профессия, это то, что с вами так или иначе останется. Разумеется, я имею в виду какие-то более-менее реальные навыки. Да, мне тоже обидно, что в детстве не пришло письмо из Хогвартса. Да, не всем везет, но ничего страшного. С помощью грибов вы все равно это не компенсируете. К тому же современные технологии это почти как магия. Наука. Вот. А работа в IT, соответственно, это возможность не только хорошо зарабатывать, но и создавать что-то новое, невероятное, волшебное. А чтобы убедиться в этом, обязательно посетите бесплатный вебинар от университета SkyPro о самых востребованных онлайн-профессиях. Я думаю, что многие из нас представляют себе типичного айтишника, как человека, который склонился над монитором и выдает потоки непонятных символов. Да, хорошая зарплата, можно работать из любой точки планеты, но не всем это интересно. Знание языков программирования сейчас невероятно востребовано. Но если душа к этому не лежит, то это не значит, что дорога в IT закрыта. Еще нужны аналитики, тестировщики и другие специалисты, не связанные с написанием кода. Потому что работа должна приносить не только хороший доход, но и удовольствие. Стандартная зарплата в IT начинается от 60 тысяч рублей, а опытные специалисты получают от 150 тысяч. Удаленка же отличный вариант для релокации и работы из любой точки планеты. Если вы хотите начать работать онлайн, но не знаете, как подступиться к этому вашему IT, то бесплатный вебинар от SkyPro про онлайн-профессии – это то, что вам нужно. А еще каждый участник получит крутые призы. Поэтому не упустите эту возможность, проходите по ссылке в описании и регистрируйтесь прямо сейчас. Я верю в тебя. Ты гений. Как ни удивительно, у этого человека реально есть своя книга. Называется она «Энциклопедия шизотерики». И в этой книге он разоблачает шизотериков. Я ее писал аж долго, думал, потому что полезно думать. Честно говоря, я все это просто обожаю. Это когда родолог Ксения Губина выступает на форуме борьбы с инфо-цыганами. Когда вот этот персонаж пишет книгу, где разоблачает шизотериков. Павел Дмитриев сам долгие годы страдал от шизотерики, но сумел вырваться из ее порочного круга. Став миллионером, он разработал четкую пошаговую систему исцеления позитивщиков даже на термальных стадиях. Эта система помогает трезво взглянуть на мир, увидеть новые возможности и начать зарабатывать от 10 тысяч долларов в месяц. Этой серии оплати курс по извлечению от игромании и стань участником розыгрыша миллиода. Вот здесь нечто подобное. Избавься от инфо-цыганства и начни зарабатывать. В самом начале книги Павел заявляет, что термин шизотерика придумал именно он. Не подтвердить, не опровергнуть я это не могу, поэтому остается только положиться на кристально чистую репутацию этого человека. Пускай дым, понимаете. Моя самая любимая часть этой книги – это личная история автора. Он рассказывает, как попал в лапы шизотерики, погрузился на самое дно и потом сумел выбраться. Эта глава даже называется «Исповедь шизотерика». И давайте коротко вам ее перескажу. Еще в юности Паша увлекался всякой эзотерикой. Позитивное мышление, НЛП, фэн-шуй, какие-то фигурки собирал. В общем, погрузился в это по самые уши. Казалось бы, шансом выбраться было поступление в ВУЗ. Паша пытался стать психологом, но и здесь не срослось. Очень быстро он бросает институт и начинает изучать гипнопсихологию. А в какой-то момент он увлекается галлюциногенными грибами. Технические грибы – не растения, но это растения учителя. Они растут – растут. Быстро – да, значит, растения учителя. Научный подход! Никогда не забуду 9 апреля 2019 года. В этот день грибы устроили мне встречу с высшими силами. И те детально объяснили, как создать цифровой бизнес, который принесет мне 1 миллион долларов в год. Я сам не мог в это поверить, но уже на следующий день начал послушно записывать гипно-коучинг. А через год стал миллионером. Обиженный мальчик превратился в хозяина жизни. Лягушка стала принцем. То есть он увлекался шизотерикой, потом увлекался шизотерикой, а потом еще и начал есть грибы. И вы спросите, а в какой момент он излечился? Я не понял. На фоне этого вся последующая книга смотрится очень комично. Он с позиции человека, который излечился от шизотерики, рассказывает, какие бывают шизотерики. Ну, хотя для всех извне очевидно, что Паша не очень-то излечился. Ну, возможно, когда ты обожрался галлюциногены грибов, ты живешь в другой реальности. Но со стороны все это смотрится довольно странно. И здесь есть прям целый глава, где он рассказывает, какие бывают шизотерики. Начинающий, гуру, транс-шизотерик, гадалка-целитель, психолог. Как вы знаете, инфо-цыгане в принципе не сильно любят психологов. Они либо просто их хают, либо хают и при этом под них мимикрируют. А ведь на основе этих фантазий люди пытаются строить семьи. В этой же книге есть тесты на шизотерику. Есть методы, которые позволят вам опознать шизотерика. Самое забавное, что методы в принципе рабочие. Если применить их к самому Паше, то кажется, что перед нами стопроцентный шизотерик. В конце книги Павел задается вопросом, а есть ли жизнь после шизотерики? И сам на него отвечает, конечно есть. Это гипно-коучинг и поедание галлюциногенных грибов. То есть все это полотно текста, где он рассказывает, как ужасно это саморазвитие, это вселенная, все это такой мусор ужасный. Но вот я, я хороший, и я реально научу вас зарабатывать деньги. Вот допустим, пишет он, что вам обещают шизотерики? Вы будете зарабатывать миллионы, миллионы. А я гарантирую вам, что вы будете зарабатывать от 10 тысяч долларов в месяц. Чем это отличается от обычной шизотерики? Непонятно абсолютно. После этой книги уже появляется ощущение, что ты знатно поел говна, но это только начало. Потому что книга открывает целый курс на 30 дней, за которым мы должны проделать большой путь и приготовиться к покупке других инфопродуктов Павла. Я люблю тебя. Назвать это курсом язык не поворачивается, потому что курс зачастую это некие структурированные знания. Урок за уроком, блок за блоком. В данном случае это больше похоже на хранилище данных. Вот знаете, допустим, я снимаю видео, использую Яндекс.Диск или Гугл.Диск. Просто беру какие-то свои файлы, закидываю, черновые варианты, чистовые варианты. Примерно то же самое, курс нашего гипно-коуча. Здесь есть и какие-то записи его, где он где-то выступает, просто на хуевую камеру это снято. Здесь есть его разговоры с пациентами, назовем это так. К нему приходят люди, и он изгоняет из них демонов. Ну, допустим, там есть человек, у которого в голове живет Гагарин, и он изгоняет из него Гагарина. И все это вполне себе серьезно. Потом вы проходите к следующему блоку, и вам предлагают книгу купить или какие-то дополнительные материалы. Но главная задача, конечно, это заставить вас записаться на какой-то полный курс. Да, самая интересная, самая увлекательная часть посвящена, конечно, грибам. Там есть и рассуждения самого Павла, и целая подборка роликов от его друзьяшек, которые жрали грибы и делятся впечатлениями от Рипа. Просто рассказывают, что было, как там, что с ним происходило, с кем они разговаривали, и вот подобные истории. Все это, конечно, довольно странно смотрится. Не хочу никого обидеть, но те люди, которые рассказывают свои истории, они больше напоминают не каких-то респектабельных бизнесменов, а обычных нариков. Как я понял, грибы — это самое главное в учении Павла. Все остальное про шизотериков, про успех, про деньги — это все вторично. Главное — привести вас к употреблению грибов. Чем занимаются грибы? Первое — они из животного делают вас человека. При всем при этом Павел еще и редкостный пиздобол. В своих рекламных видео он рассказывает, что замечательно, вы увлекаетесь эзотерикой, слушаете учителей, и все это правильные люди, очень хорошие. Но чтобы их понять до конца, нужно пройти мой курс. Когда вы приходите на его страницу с его курсом, он рассказывает, что все одни шарлатаны. Ну, то есть так вот немножко вас наебал. Тебе не нужно никуда бежать, тебе не нужно никем становиться. Ты уже достоин всего. В принципе, в роликах у Павла есть довольно много всего забавного. В этом плане он мне напоминает немножко раду русских. Потому что большинство инфо-цыган максимально прямолинейны, максимально банальны. Правильно мысли, денежное мышление. Все это скучно, все это одинаково. И все это максимально примитивно. В данном случае чуть более веселая и неординарная шиза. Ну вот как у Рады, где она из расы драконов, так и у этого чувака всеми управляют грибы. Я не знаю, насколько эффективна реклама, которую он закупает. Надеюсь, что не сильно эффективна. Но так или иначе, он заставил меня снять видео. Так что все это было не напрасно, Паш. Ты как бы молодец, вот. Рассказал про тебя своей аудитории. Главный вопрос. Берем ли мы Пашу в наш забавный зверинец? Где наши покемоны, типа Белякова, Рады Русских и прочие? И будем ли к нему возвращаться время от времени? Или этот персонаж нам не сильно интересен? Пишите про это в комментариях. Ну и просто поделитесь своими эмоциями, мыслями. Это правда очень интересно. Ну а главная его ошибка, она конечно на поверхности. Он почему-то убежден, что всем управляют грибы. Хотя очевидно, что всем управляют кроты. Ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся очень скоро. Пока, друзья. Будьте клевыми.